Что мы давно этого не делали, я как будто даже чуть-чуть нервничаю Перевернись на бок, ты мне спать не даешь Тонкие губы К сожалению, нет Пухлые губы Если говорить про увлажнение Нагрелась и растеклась Все правильно Там уже суфражистское движение во все развивается В собственную грудь Что за хитрости? Какое у нас топ-слово? Флюги Гейхаймен Вуаля Моя игра Мои правила Ты водишь Вновь за игровым столом четверо Две команды Эрудиты, которые не знают, какая тема игры их ждет сегодня И наш гость Эксперт, которому я уже по секрету рассказала О чем сегодня пойдет речь в нашей развлекательно-познавательной викторине Меня зовут Настасья Сегодня моя игра и мои правила Всем привет, ребят Привет Вы все очень красивые Ох, как Начинается с комплиментов И неважно, кто сегодня победит Я уже могу назвать вас очень удачливыми Благодаря вашей внешности Вы такие разные Такие удивительные Что происходит? Разным цветом волос С разными носами И другими частями тела Вот все мои подсказки на сегодня Но для начала я хочу представить нашего гостя Привет, меня зовут Денис И я врач-пластический хирург Так, к тебе много вопросов Очень много У меня есть первый вопрос Ну, многие подумают, скорее всего, я про грудь спрошу Да, спрошу, но позже Но есть основной вопрос Вот есть фильм без лица Там, где одному срезали лицо, другому И пересадили одно лицо на другое лицо Какой ужас Можно ли реально пересадить лицо с одного человека на другое, чтобы оно прижилось? Конечно, можно Такая даже операция была проведена И она, на самом деле, широко обсуждалась в государственных телеканалах Проходила здесь вот недалеко, в военно-медицинской академии Первая в России, да То есть тот самый человек, который сейчас там, это на самом деле не он? Возможно Ладно, теперь про грудь Вопросы Сейчас лето, и очень много девушек ходят с очень пышными и нереально круглыми формами И вот у меня вопрос как к специалисту Бывают ли такие груди круглые, или это все пластика? Ну, прям круглые, прям вот шар Ну, вот я думаю, девушки не дадут соврать, что Белье, оно творит чудеса А не без? Ну, там видно Есть такое белье, которое не видно Они же не ходят топливом Что за хитрости? Бесшовные Силиконовые Так, мы всех секретов с Настасией в любом случае раскрывать не будем Конечно Да ну что такое, а? Ладно, вот мы сразу и поняли, что пластическая хирургия Ассоциируется сразу с изменением или коррекцией груди, по крайней мере, у тебя, Виталия И лица Денис, расскажи, а есть ли у тебя вот какая-нибудь любимая операция? Что ты любишь делать? Если быть честным, то моя самая любимая операция, которую я делаю, это операция по изменению формы носа, называется она ринопластика Она включает в себя как эстетическое изменение формы носа, да, то есть устранение каких-то деформаций, либо эстетического недовольства И в том числе и работа с функциональной частью, это исправление дыхания То есть за одну операцию мы решаем как раз таки часто две задачи, и пациенты от нас уходят вдвойне довольны Это же и самая сложная операция, к тому же Ринопластика, да, действительно считается одной из самых сложных операций в пластической хирургии Как много боксеров к вам приходило? Первое правило бойцовского клуба, да, не рассказывать про бойцовский клуб, поэтому не спрашиваем причину травмы носа Но мужчины все чаще на самом деле становятся пациентами пластической хирургии и зачастую как раз таки по функциональной части Это вот те самые мужчины с неуравновешенной психикой, да? Нет, те самые, которые перевернись на бок, ты мне спать не даешь Что бы ты мог сказать людям, которые задумываются впервые о пластической хирургии? Ведь есть такое веяние, что там модно, все хотят себя улучшить Вот есть какая-нибудь рекомендация от врача, стоит ли, не стоит ли? Скажи что-нибудь своим потенциальным пациентам Хороший вопрос на самом деле, но если есть какие-то сомнения, скажем так, своей внешности Либо желание себя преобразить, то первое, с чего стоит начать, я думаю, консультация пластического хирурга Для многих это будет каким-то сюрпризом, но на самом деле очень часто приходится пациентов отказывать в операции Либо наоборот разубеждать, потому что зачастую пациенты видят какие-то малейшие асимметрии, да, недовольства своей внешностью Которые, в принципе, не нужно менять никак, и это придает, наоборот, какой-то шарм и изюминку внешности человека То есть ты говоришь, что ты красотка? Так подождите, асимметрия, это же вообще нормально? Асимметрия это нормально, но в связи с тем, что мы стали, да, более такие все люди медийными Сейчас популярны очень социальные сети, и люди много фотографируются Асимметрии стали более заметны, и многим девушкам это прям не дает жить Здесь очень важно, да, так больше работать, да, именно не хирургом, а скорее психологом или психотерапевтом И сказать, что у вас и так все хорошо, вы прекрасны Асимметричным лицо становится только после смерти Прекрасно Или после хирурга Есть же такой прием даже, по-моему, был в киноиндустрии, чтобы человека сделать более злым, да, таким вот суровым Наоборот, наносили грима так, чтобы лицо было симметричным Это придавало такой более выразительности Поэтому всем они симметричны в той или иной степени Вот, если вы, наши слушатели, когда-нибудь задумывались что-нибудь в себе изменить, вот совет для вас Сходите, проконсультируйтесь, ну а пока я предлагаю вам присоединиться к нашей игре, отвечать на вопросы вместе с нами и проверить свой уровень знаний Да, если вы нас слушаете на Apple подкастах, то обязательно напишите комментарий и поддержите нас Тема нашей игры сегодня — красота требует жертв Конечно, у Дениса здесь будет фора, потому что Денис своими руками создает красоту Но я все-таки взяла необычные, странные, даже где-то жестокие ритуалы Красоты, естественно, условные, которые существовали в истории, записи о которых есть Прошерстила библиотеку, получается, да? Что я прошерстила? Библиотека красоты Первый вопрос В древнем Китае считали, что девушка должна иметь крохотную ножку В возрасте 4-5 лет девочки забинтовывали стопу, прижимая к ней пальцы Больше бинты не снимались Стопа, конечно, не переставала расти, но деформировалась Примерно к 10 годам девочка получала изящную, в кавычках, 10-сантиметровую ножку Как назывался этот обычай? Бутон лотоса Лотосовая ножка Шаги лотоса Или красота лотоса Ой, какие красивые варианты, мне нравятся Да, и они так похожи друг на друга Да Лотос, 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 лотос Наиболее привлекательным, мне кажется, вариант шаги лотоса Ну, точно не ножка, это как будто вы Как куриная лапка, да? Да, да, конфи, ножка конфи Красота лотоса Ну, по-китайски, как будет красота лотоса? Что-то Вряд ли, это некрасиво звучит Ну, так как ты произнес, точно не Я в идеале владею китайским У них же логика другая, построение вообще предложений, словосочетаний Нам нужно отметать то, что кажется привычным нам в первую очередь Я бы шаги лотоса убрал бы, точно Да Как будто бы в магазин зашел китайский, и вот оно на прилавке стоит Вот лапша, вот, собственно, соус и вот шаги лотоса Ну, лотосовая ножка, это что такое? Она как сосиска взорвавшаяся, что ли, в разные стороны, или как? Что это за лотосовая ножка? В общем-то, я сомневаюсь между бутоном и шагами Давай выбирать Давай возьмем бутон Пару бутонов нам, пожалуй Пару бутонов, да, с собой заверните Честно говоря, я больше склоняюсь к шагам, но я тебе готова поддаться Эрудиты, ваш ответ Бутон? О, лотос Пусть будет он Ответ принят, и ход приходит к Денису Ну, я на самом деле думал между первыми двумя вариантами ответа И так как наши знатоки эрудиты отмели сразу второй вариант Я возьму, наверное, его Это окончательный ответ? Да Существует предание о том, что некая придворная дама по имени Ю, славившаяся изяществом и умением искусства танцевать, заказала однажды туфли Не знаю, где заказала? Ну, во Франции, конечно же Они приехали, и они были очень похожи на цветки лотос, только золотого цвета Но оказалось, что они ей настолько малы, что ей пришлось забинтовать ступни, чтобы поместиться в них Потом она исполнила танец, который стал легендарным Это и послужило началом традиции уменьшения ступни Этот варварский обычай существовал в Китае на протяжении тысячелетий И назывался он как раз лотосовая ножка Да, так что Денису улетает первый балл Счет 1-0 ведет эксперт Сейчас вопрос будет специально для Дениса А нам выйти? Переместимся в настоящее время По данным Международного общества эстетической пластической хирургии на 2022 год Ежегодно в России проводится около 500 тысяч пластических операций Самые популярные это блефаропластика, липосакция и пластика груди Как вы думаете, какое место в тройке лидеров занимает каждая из этих операций? Здесь можно получить 3 балла максимально за этот вопрос Что занимает первое место, что второе, а что третье Денис, у тебя здесь право первого хода, потому что тема твоя Ну, на самом деле у меня своя есть небольшая статистика Но она может отличаться, да Она может отличаться от этого, да Мы до этого говорили про ринопластику Она является одной из самых частых пластических операций Ее здесь почему-то нет, да? Ну, все вопросы к обществу как раз вот этих вот хирургов А что такое блефаропластика? Это операция по изменению формы век Да-да-да, это глазки-глазки Ну, на самом деле точно пластика груди это первое место, это 100% По поводу рипосакции и блефаропластики Здесь на самом деле вопрос дискутабельный То есть и та, и другая операция может быть как на втором, так и на третьем месте Но мне кажется почему-то, что блефаропластика все-таки будет на втором месте Потому что такую операцию технически часто проще сделать И не всегда для этого нужна большая операционная Поэтому пусть она будет на втором месте, а липосакция на третьем Эрудиты А я недавно читала, что блефаропластика как раз-таки стоит на первом месте А второе — это грудь, потому что многие мамочки, кормящие, часто обращаются к хирургам Не просто потому, что им хочется привнести А потому что, да, ребенок был очень ненасыщенный Ненасыщенный ребенок какой-то у него попался Цвет, да, блядоват Но нет, нет Подкрасьте, пожалуйста Первое место блефаропластика, на второе место грудь И на третье место липосакция Ну, мне кажется, липосакция вообще была популярная раньше А сейчас как-то... А сейчас только Киркоров Ну, каждый день Мы все равно на деформации Итак, по статистике Самой популярной операцией в нашей стране является блефаропластика На втором месте находится пластика груди А третье место занимает липосакция Вот это да! К пушистым бровям девушки стремились и в 18 веке Только вместо того, чтобы их отращивать Они делали накладные брови Шерсть какого животного использовалась для этого ритуала красоты? Песец, крыса, мышь или горностай? И тут Сузлик должен закричать У тебя песец на глазах, смотри какой! Я сразу же вспомнила картину дамы с горностаем Это во-первых Во-вторых, крыса и мышь, конечно, очень мило Это вполне себе доступно Но если учесть, что крысы разносчики чумы Как-то обидно Ну, как-то это просто немножечко не туда, да Песец очень заманчиво Но я склоняюсь к горностаю А это где? Было? Везде? Повсеместно? По всему миру? Ну, давай я, в общем, скажу, в Европе Тогда точно горностай, ну, вряд ли это крыса Опа, горностай Да, я за горностая А вы помните, как выглядит горностай? Ну, опасно Денис, есть мысли по этому поводу? Что у тебя по бровям? Ну, да, мои размышления такие Я исходил из длины волос, на самом деле Из длины волос шерсти Если говорить про крыс и мышей То у них шерсть все-таки достаточно короткая Я думаю, что пушистые брови из них особо не получится Поэтому остается песец и горностай Но так как горностай выбрали наши эрудиты Я возьму песца Интересная у тебя тактика Я честно скажу, что я пока ехал в студию Я слушал ваши выпуски, которые уже были И в тех случаях, когда приглашенный гость Почему-то не совпадал с мнением с эрудитами Он выигрывал Я решил такой тактике придерживаться сегодня Ты какой хитрый Отличная тактика Вот как надо было проанализировать игры Чтобы вычленить вот этот вот залог успеха Здесь могла бы быть реклама про аналитику Данных, дата-ченч Итак, у нас есть бесец И горностай, и оба эти ответа являются неправильными Да, потому что в 18 веке француженки сбривали собственные брови А вместо них клеили накладные из мышиных шкурок Ну, типа, мышь более безопасна, чем крысы И более доступный вариант из-за этого Думаю, что дешевый, да, вариант Да, да Бесец и горностай — это такие шубные истории Такая, эта мышь для моей змеи, а эта для моих бровей Слушайте, я тут вчера сидел мысами и наткнулся на накладные волосы, на другое В 1889 году была проведена первая процедура по увеличению груди Она дала отрицательный результат Сразу скажу Минус увеличили Что использовалось вместо нынешних силиконовых имплантатов в этой процедуре? А почему не имплантов? Можно сказать имплантов Это абсолютно грамотно А мне вот... Айфон все время заменяет, я тоже с этим борюсь постоянно Так вот, что использовалось в этой процедуре? Стекло, слоновая кость, каучук или парафин? Ооо, все варианты такие классные, мне нравится парафин Парафин, мне тоже нравится парафин Нагрелась и растеклась Так ему можно форму нужную придать, пока он тёпленький Пока тёпленький Интересная логика Берём парафин Килограмм парафина Я бы себе не сделал, конечно, из парафина грудь, но в целом Если бы других вариантов не было, я бы такой, ну давайте, заливайте Денис Я тоже за парафин Денис, ты нарушил свою стратегию, почему? Да, я абсолютно точно читал об этом Есть у меня, конечно, доля сомнений, но просто парафин сам по себе очень такой пластичный материал И мне кажется, что его легко было использовать в то время, поэтому остаемся на парафине А сейчас только силикон используют, да? Да А другой ничего? Не придумали ещё? Жировая ткань Ммм, неплохо То есть грудь из жира получается Ну он же там и так есть Да Так что чуть больше, чуть меньше Молодцы, ребят Каждому по баллу Счёт у нас 4-3 Действительно использовался жидкий парафин Но это выглядело не как привычная пластическая операция, когда разрезают и вставляют имплант Это были инъекции жидкого парафина На самом деле сейчас процедура липофилинга, да? То есть введение жировой ткани в собственную грудь, да? Тоже инъекциями? Тоже инъекциями А собственный жир? А можно стать донором жира? К сожалению, нет Я бы уже сам стал, конечно, донором для кого-то из своих пациентов Так это, подожди, два в одном То есть ты можешь и похудеть сразу, и поправиться Ну не похудеть? Это у нас стройный гость сейчас кокетничает Контуры своего тела где-то в проблемных местах А это же, наверное, бюджетнее получается, чем покупать вот там имплант Ты сначала продаешь свой жир, а потом его покупаешь в груди Да, шуточки Но любопытен тот факт, что все эти материалы использовались в экспериментах над женской грудью То есть вот парафин — это были первые попытки что-то сделать Успешно ничего не получилось Но потом пытались вживлять, вставлять вот и стекло, и слоновую кость, и каучук И там еще большой перечень того, что запихивали в женские тела Чего там только не было Мечта многих женщин о большой груди оставалась недосягаемой до тех пор Пока, наконец-то, в 1961 году пластические хирурги не разработали первые современные силиконовые импланты И их изобретение стало фурором, и, я так понимаю, что пользуются, ну, в модификации до сих пор Яркий и глубокий взгляд у девушек практически во всех культурах издревле считался привлекательным Что делали девушки в период Ренессанса, чтобы добиться сияющего и пронзительного взгляда? Регулярно выпивали алкоголь Закапывали глаза каплями из красавки Употребляли в пищу белодонну Наносили навеки крем из бешеницы Ну, тут точно они прибухивали 100% И капали себе в глаза У нас была программа про яды, которую я вела И я тогда очень хорошо готовилась Про белодонну? Да, во-первых, про белодонну Во-вторых, белодонна и красавка — это одно и то же А в-третьих, действительно закапывали в глаза капли Конечно, даже в фильмах такое показывали Это очень опасно Но так красиво Помирать так с музыкой С красивыми пьяными глазками А Денис? Я тоже отстранюсь от своей тактики Отвечу, что это вариант второй Потому что данные капли, они вызывают расширение зрачка И действительно глаза становятся более яркими Такими, наверное, пронзительными Но есть негативный эффект То есть это светобоязнь у таких девушек И там может быть даже расфокусировка зрения Поэтому я думаю, что в одиночку они точно нигде не ходили А в чем вообще прикол этих капель? Вот в современной же тоже есть капли В чем сияние заключается? То есть отбеливается сам белок И за счет этого глаза смотрятся ярче, правильно? Вот сейчас многие тоже используют такие капли Про такие капли я, если честно, в современности не слышал Я знаю, что обычно девушки используют Не только девушки, молодые люди Линзы, которые изменяют цвет радужки И тоже получаются не хуже эффекта И действительно красавка, белодонна И бешеница или бешеница Это одно и то же растение Ядовитое Даша вот про это знала И Денис очень подробно рассказал про эффект От этих капель На самом деле последствия были самыми печальными Вплоть до слепоты и скоропостижной кончины К сожалению, но зато эффектно Ох, девчонки Наша суперигра Вопрос без вариантов ответов В 1898 году был открыт один химический элемент Благодаря которому в начале 20 века Популярность получила определенная косметика В чем была ее особенность? Вряд ли это был кремний Не знаю почему Что? Водород Давай от обратного Какая особенность? Особенность данной косметики Она увеличивала губы Губы? Тогда не модно было Большие пухлые губы Начало 20 века Тонкие губы Аристократичные В моде Никакой пухлоты Нигде? Или только в губах нет пухлоты? Вспоминай Парики тогда уже не были модные Делали мушки Татуировали брови Там уже суфражистское движение Во все развивается Суфражистки Там что-то там Парики Женщины очень самостоятельными Виталий Начали становиться Парики носить стали Они значит Вот Трусы у них появились Возможно она Как-то Помогала Делать более ровным цвет лица Допустим Они были до этого неровные все Пока эрудиты думают Я спрошу Дениса Косметика должна была отбеливать То есть делать Более таким светом Цвет кожи А элемент Я могу сказать или нет? Ты можешь говорить все что угодно Но я дам подсказку Здесь нужно смотреть В состав этой косметики То есть не на ее эффект Эффект тоже был определенный Но здесь в ответе Наверное Больше суть про Особую составляющую Этой косметики Это та косметика Которая увлажняла И не сушила кожу Это была реклама Какого-то крема сейчас И она на мне На мне само собой Все самое лучшее Но это самый главный критерий По которому Выбирают уходовые средства Оно должно увлажнять Чтобы сохранять молодость Ну конечно Чего хочет человек Оставаться вечно молодым И еще одна подсказка Сейчас Такой косметики нет Да блин Это морфий Точно Точно К сожалению Это не химический элемент Эх жар Но мы не химики Меня на самом деле Подсказка немножко Вот сбила С понтовыку Можно так сказать Я если честно Думаю Что если говорить Про химический элемент То это либо ртуть Либо мышьяк Прекрасные варианты И эффекты Реально я думаю Что это будет Какой-то отбеливающий Если говорить про увлажнение Нужно тогда еще подумать Кстати Ртуть Много где ее использовали Ведь это правда А потом перестали Резко использовать Потому что она Немножечко опасная Чуть-чуть 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 А в чем особенность Этой косметики-то была Она делала С тебя супергероя Может быть особенность В том что Длительный эффект Очень получался Светился в ночи Разглаживались морщины Ну потому что Когда человека Долго травят Он становится Адутловатым Как Наполеон Идеальный Красивый Мертвый мужчина Ну все давай Мы не знаем Все равно Пусть это будет Фосфор Это был фосфор Люди просто Светились от счастья Светились от красоты Да Итак ваш ответ Фосфор И его добавляли Ну в крем Чтобы люди светились Денис Финальная твоя версия Я остановлюсь на ртути А эффект Может особенность Длительность Очень От результата Потому что Так как вызывает Токсический эффект Ртути Она вызывает анемию Может быть за счет этого Тоже может быть бледность Такая длительно Проходящая Скажем так Очень любопытные варианты Во-первых Если говорить про элемент Который был открыт В 1898 году Пьером и Марией Кюри Это был Радий И в начале 20 века Безумную популярность Получило все радиоактивное Радий добавляли В зубную пасту Шоколад Даже в презервативы иногда Почему даже? Очень даже обоснованно И особую популярность Получил бренд Радиоактивной косметики Назывался он То Радия Там был Торий И Радий И собственно Там крем Пудра Все это Скупалось Женщинами В огромном количестве Но конечно же Спустя недолгое количество Времени Последствия Были Очень неприятными И даже немного Трагичными А какие интересно Что там могло случиться С человеком Если бы он Радий Намазался Действительно Виталий Съел еще Да Или надел На какой-то Определенный Свой причиндал В чаек Радий Шоколадку Радий И в женщину Людмой Тоже Радий И лишь в 1937 году Во Франции Была принята поправка К закону О торговле Ядовитыми веществами Которая приравняла Радий И Торий К токсичным ядам Бог уж Это 37 Чего только не происходило Вообще Я так теперь сына хочу назвать Торий Торий Витальевич А эффект какой был Алло Эффект Как рекламируют Все производители косметики Быстрое омоложение Избавление от морщин Восстановление Регенерация кожи И сияние И сияние И все Радиоактивные ожоги Наверное Там немножко было Поэтому помогало Все варианты Были прекрасными Но Денис Первый Подумал В сторону Ядовитых веществ В сторону ртути Ну еще бы ты Денису Не отдала бал Конечно Рубрика Ревность Виталия Да вы бы его видели Я бы тоже ему бал отдал Победный бал Который уравнивает Ваш счет Я отдаю Денису И таким образом У нас сегодня Ничья Наказания Тоже не будет Но будет Интересный вопрос Хочу Услышать Ответ На вопрос Что такое красота Красота Это Созидающая сила Которая рождается Во время Любви Для меня красота Это Когда вот открываешь Чипсы И там все ровное Вот оно прям Идеальное Ничего не поломанное Слушай, папахи вот этим ОКР Да-да-да Обсессивно-компульсивное расстройство Это так-то не расстройство Посмотри дом Я не расстроен из-за этого Я очень даже настроен Это, пожалуй, самый оригинальный ответ О красоте, которую я слышала в своей жизни Но принято Ну явно не круглая грудь Девушки Алло, хватит уже Это явно не самое главное Это вообще некрасиво Ну и интересно узнать Что думает пластический хирург Что такое красота Да, ну и вопросики у вас сегодня, конечно Вечные На самом деле Я вот исходя из своего опыта И своей профессии Скажу, что красота У каждого своя И каждый ее видит по-своему И видение прекрасного Но тоже индивидуально Я знала, что такой ответ может быть, поэтому спрошу иначе. Что такое красота для тебя? А то, как политик сидит, выкручивается. Красота, она, знаете ли, для каждого своя. Я за естественность, скажем так. Серьезно? Да. Вот это неожиданное завершение от пластического хирурга. Хвала небесам. Денис, у нас есть традиция. Наш гость выбирает, кто же будет водить в следующий раз. Даша, ты водишь. Отлично. Ребят, спасибо вам за игру и спасибо нашим слушателям, красивым и прекрасным, которые были сегодня вместе с нами. Я надеюсь, отвечали на вопросы. Ну, а я напоминаю, что нас можно слушать на всех доступных площадках. Это и Яндекс.Музыка, и Apple, и ВКонтакте, и все остальные. Вы можете найти ссылочку везде под описанием к нашему выпуску. Мы будем очень рады сердечкам, комментариям и вашей обратной связи. И услышимся в следующем выпуске нашего подкаста «Ты водишь». Пока-пока. Подкасты «Инспирит студио». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!